На две недели Центральная межпоселенческая библиотека стала местом проведения районного конкурса выставки «Хлам-арт» или «Вторая жизнь вещей». Впервые конкурс был проведен в 2011 году и тогда же стал победителем премии «Наша Подмосковья». Как правило, в нем принимают участие школьники, их родители, воспитанники Центров детского творчества и школы искусств. Если сравнивать, то до сих пор мы идем по нарастающей. В этом году на конкурс представлено 512 работ. Это больше, чем было в прошлом году, но специфика каждый год есть своя какая-то. Например, в этом году больше всего работ представлено из пластиковых бутылок, текстиля и полиэтиленовых пакетов. Анастасия Осипова принимает участие в первый раз. Украсив обычную коробку из-под игрушек, она сделала органайзер. «Такая идея пришла в голову очень быстро. Мне очень понравилась эта коробка, потому что она была очень удобная и на нее можно ставить планшет или книгу, чтобы можно было не держать их в руках». А вот родительский комитет учащихся в Видновской гимназии творчески подошел к началу нового учебного года. «Вот представлены наши цифры 2 и буквы Б, В и Г. Это была задумка к 1 сентября. Родители учеников вторых классов Видновской гимназии придумали так порадовать детей, чтобы получились такие яркие, красочные фотографии». Второклассники из Видновского художественно-технического лицея готовились к конкурсу всем коллективам вместе с классным руководителем. «Ребятам очень нравится принимать участие. Все проявляют творчество, какую-то свою креативность, потому что очень интересно их зачаровывает именно умение применить такие сложные материалы, казалось бы, в простую вещь превратить». «Недавно на прошлой неделе у меня сломался зонтик. Нам было жалко его выбрасывать, и мама додумалась сделать из него рыбу». По словам Володи, на такую поделку ушло всего 15 минут. Здесь также можно увидеть и скорпиона, сделанного из компьютерной мыши, голубя из фольги, веер из вилок и многое другое. Чтобы убедиться, что фантазия у жителей Ленинского района безгранична, приходите в библиотеку до конца следующей недели. Оценивать работы и выбирать победителей будут представители Центров детского творчества «Импульс и гармония», а также учреждения по работе с молодежью «Энергия». Каждый из победителей по тем или иным номинациям получит памятные подарки. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Виднет-ТВ.